Вечерняя студия 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 Вечерняя студии там мы видим место и для учений, также для того, как восстановить порядок и правопорядок, скажем, потенциально после мирного регулирования на Сходе. Насколько широко будет оказываться поддержка? Обучение – это будут только инструкторы или это будет еще и техника? В нашем случае это инструкторы, но мы имели разговор вчера с некоторыми представителями, они сказали, что техника – это одна, но если нет мотивированных, правильно наученных, сыгранных в команду людей, то ничего из этой техники не будет. А вот мы затронули ряд моментов по сотрудничеству. В целом, как бы вы оценили взаимоотношения Украины и Канады сейчас? Дуже позитивный, близкий. Мы главуем этого года в Великой Симе. Это дало нагоду, например, нам запросить министра Клімкіна в Торонто на встречу министров закордонных справ. Это было первое, что Украина там брала участь. Звольной торговлей мы развиваем также наши отношения. Я тут часть учу, она идет через Одессу. Мы видим, ну и между людьми, между научными установами, разные обмены. Недавно как раз подписалась угода также между Национальным авиационным университетом и одним нашим канадским колледжем и фирмой Антонов для того, чтобы создать новую базу и для украинской авиации в Канаде. Так что тут потенциал великий и будем рухать дальше. Какая тенденция намечается на улучшение? На взагал так. Взагалі, Украина – це края с великим потенциалом. Мы також, может, это так трохи самозакохано сказать, також вважаем, что мы имеем певний потенциал. Просто, что и в одной стране, и в другой его полностью еще не знают. И тут просто треба, чтобы канадцы понимали, что собой представляет целая Украина. Украинцы, например, IT-шники, понимали, что закид до ЛТТ, до Кремниевої долины в Калифорнии, еще есть весь IT-шний комплекс наш, например, в Торонто, в Монреале, например, один из самых больших центров развития видеоигр на свете. Так что тут просто, что мы должны расширить свой взгляд один на друга, и тогда находятся всякие точки дотика. Действительно, огромный потенциал Канады отметили многие украинцы. Уехать в Канаду для многих – это такой лайфхак по улучшению своих жизненных условий, скажем так. Насколько легко сейчас это сделать? Ну, чтобы было совсем легко, я бы не сказал, но единственное просто. Все есть в онлайновом режиме. Мы имеем приблизительно 2,5-3 тысячи людей, которые щороку выбирают Канаду на постоянное место проживания. Хотя, как вы знаете, цими днями люди мобильные, и постоянность это, конечно, не есть на целое життя. Люди могут провести певный оттенок життя в одной стране, потом в другой стране. Но где-то так. Мы стараемся сделать процесс как-то более прозорим и зрозумимым, желая учиться или учиться, или подключиться к нашему рынку работы через иммиграцию. Я думаю, что найдут на нашем сайте все необходимые породы. Есть какие-то данные, какой процент отказов для тех, кто хочет присоединиться к рынку труда, скажем так? Ну, а, тут как раз нюанс есть то, что для людей, которые хотят, подаются на туристскую визу, а тайно хотят подключиться к нашему рынку работы, ну, тут, конечно, мы, конечно, находимся возможность отказать. Ну, вот так, третина. Поки что есть люди, которые, за рассмотрения наших специалистов, не только хотят отдыхать. Так что, хотите работать? Еммигруйте. Або в статус тимчасового работника. Хочете отдыхать? Будьте туристом. Дотримайтесь правил и одного статуса, и другого. А вот как часто пытаются слукавить при попытке заехать в Канаду? Знаете, тут, можливо, в Украине розвинулася трохи така традиція креативу, і вона має свої позитивні сторінки, має також свої трохи негативні сторінки. І часами також люди, хочячи занадто прикрасити свої можливості, також попадаються на неправді. Так что, просто скажіть, як є. Ми прості люди. В Канаді не любимо багато ходовок всяких. Хочете сяк? Подавайтеся так. Хочете інакше? Подавайтеся на твой статус. Вы отметили, что на одной из пресс-конференций, если я не ошибаюсь, что украинцы живут лучше, чем об этом свидетельствует статистика. Это вот касательно тех лайфхаков, которые мы зачастую применяем. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Знаете, возможно, потому что протягом истории держава часто чувствовала, что она накинена десь в зону. Люди чувствуют, что приховывать что-то от державы – это майже особистий или родинный героизм. Но тогда нужно очень удивиться, если та самая держава не имеет денег для ремонта дороги или школы. Так что я надеюсь, что отходить новый выборчий цикл, что граждане Украины найдут тех людей, с которыми они могут чувствовать, что держава их. Что держава их друг, их подпора, и что ей можно доверить и права, и податки. Это действительно долгий и сложный поиск, который у нас длится с переданной независимости. Еще один вопрос. Вы сказали, что мы только что обсудили тему того, что многие простые украинцы ориентируются на Канаду как землю обетованную, куда вот хочется переехать, где все сбудется. На Канаду очень часто ориентируются наши политики. И во многих своих решениях они оглядываются на заокеанских партнеров, на США и Канаду в частности. Вот оценка ваша как дипломата, насколько это верная позиция? Ну, копипейст в международной политике часто не работает. Так что любое решение должно быть пристосовано до украинских реалій. Я думаю, что мы стараемся застосовывать такий принцип, першим, ніж взяться за будь-який проект в Украине, прочистить вухо и слушать. А только тогда говорить, радить или чем-то заниматься. Так что тут важно понимать контекст, важно понимать, как люди живут, как люди думают, какие отношения люди, государства и так далее. Потому что прямо переносить опыт без пристосования может давать непередаченые и не лучшие результаты. Знаете, тут я вчора вечером встречался с представителями правительственного средств. Они взяли приклад из нашей провинции Новоскорщина, Новошотландии, того, как организовать судебные округи и как обслуживать население. И пристосовали это до ситуации в Одессе и регионах. И пока что вважают, что они имеют хорошие успехи. Но, опять же, только вместе с тем, принимая опыт публичной консультации и консультации с всеми заинтересованными, чтобы оно работало для вас. Адаптация под местную реальность. Адаптация очень важная. Вы на своей страничке в Twitter осудили проявление ксенофобии в нашей стране, в том числе высказывание было по Одессе. Кратко расскажите, о чем шла речь, что вы имели в виду? Вы знаете, эта идея, что любая группа накачанных экстремистов может выйти на улицу и накидать свою волю кому-то другому. Мне кажется, это неправильно. На это и есть органы правопорядка. Через это мы и поддерживаем, скажем, патрульную полицию и другие. Держава должна иметь монополию на такие выявления. Мы есть многокультурное общество в Канаде. Мы имеем людей из очень разных стран, очень разных стран. Я сам родился в Торонто. Там 52% населения родились поза Канадой. И все мирно споиснуют. Отже, если кто-то тут считает, что кто-то говорит другим акцентом, или имеет немного другое мнение, что это уже огромная загроза для места или для страны, я думаю, что они ошибаются. И тут держава должна сказать свое слово. Как считаете, далеко до осознания в обществе этого понимания, что акцент, принадлежность к национальности это не повод для проявления либо какой-то агрессии, либо для набора политических очков? Ведь не секрет, что на этом зарабатывают многие политики тоже. И это можно из одного конца и из другой экстремы до того обратиться. Мне кажется, что саме понятие «громадянство» как основной категории и тих спольных ценностей, что их представляет государство Украины как демократия, это важно. Мы, например, также поддерживаем проекты в Пъеденной Украине щодо прав ЛГБТ-спольноты. Я буду мать встречу еще позже сегодня с представителями национальных меньшин Одесской области, и также с главой областной государственной администрации. Так что все граждане имеют права, они могут быть собой, но признаючи спольные принципы ценностей гражданства, либо Украины, либо Канады. А вот как вы думаете, долго еще в нашем обществе для осознания этих основных константов? Знаете, мне кажется, что оно под некоторым образом уже эволюционировало. Если вы сравниваете ситуацию в Украине с ситуацией в некоторых соседних странах, даже в некоторых, которые уже есть членами Европейского Союза, то эволюция в Украине уже пішла. Частин часом ці экстремистские реакции – это как раз реакции на то, что эволюция чувствуется эволюция, которая для них неизручна. Так что часом активизация маргиналов есть знак социальных изменений или изменений сведения большинства. Главное, чтобы это все осталось в правовом поле. Мы упомянули то, что монополия на власти должна, на применение сил, должна оставаться у власти. Вот еще один инфоповод, который всколыхнул недавно информационные потоки и нашей страны, и зарубежья ближнего, задержание главреда информагентства РИА Новости. Как бы вы прокомментировали, и какое отношение уже сложилось в Канаде к этой информации? Знаете, тут, я думаю, треба разразнивать вопросы журналисты от вопроса зауничной агентуры. И я думаю, что мы еще ждем на… уже были первые, так сказать, неформальные вказки от СБУ и прокуратури про то, что они считают, что они там нашли. Я думаю, что мы ждем еще более формального выкладывания этого материала, чтобы входить в комментарии. Тут, конечно, свобода преси важлива, но гибридная информационная война – это также вызвать. И я думаю, что каждое общество должно найти ту межу, где можно разразить между критичной, независимой журналистской деятельностью и активной агентурной работой на страну, с которой вы находитеся в стройном конфликте. То есть, опять же, монополия на силу остается у государства. Так. К позитивным моментам недавно в Одессе проходили массовые мероприятия, посвященные Дню вышиванки и Дням Европы. А вот у нас проходила ярко, красочно шествие марш. Как в Канаде отмечают День вышиванки? А, мы уже мали, не было этого года, но минулого года, что великое число нашего кабинета министров и премьер были в вышиванках. Цего года я знаю, и в провинции Манитобе, и в провинции Альберти, и премьеры провинции, и другие взяли участь у подъях, связанных с этим. Приблизно в тот же время представители кримско-татарского народа были. Мустафа Джемильова, например, в Торонто. Там было поднесение кримско-татарского прапору біля ратушек. Так что такого рода обмены и події відбываются. Украинская вышиванка и традиционная, но теперь также в выполнении дизайнеров. Канадских мастеров. Ну, бывает, так. И у нас были, есть гуртки и вышивания. Но теперь также с великим зацикалением вітают украинских дизайнеров и дизайнеров у современных уже модных версий вышиванного одежда. У нас вышиванка – это один из символов патриотизма. С 2014 года эта часть одежды приемла особый статус. А в Канаде это что? Это данное традициям или связь с Родиной? Знаете, мне кажется, в Великой, в Захидной Канаде, так, это ознака традиции и привязанности до нашей канадской земли. Можно сказать, что эти украинские пионеры Захидной Канады были первыми европейскими поселенцями в тих регионах, где они оселились. Так что их отношение до украинской культуры есть отношение уже до того варианта, который вкоренився на канадской земле. И это так приблизительно, как болгары в Бессарабии или другие люди, которые уже 150 лет живут и уже глубоко вкоренены в ландшафте региону. И без них, скажем, вы не уявляете Бессарабию. И так само канадцы не уявляют Захид Канады без украинцев. У вас самого сколько вышиванок в коллекции? Ой, напевно, уже десь 6-7. Это частично, потому что я кудись поеду, часом даруют, а часом, что годуют варениками и уже попередний размер вышиванки не вистачает. Спасибо большое за такое откровенное интервью. Роман Ващук, чрезвычайно полномочный посол Канады в Украине, был гостем в лайв-студии. Не переключайтесь, на седьмом будет, как всегда, интересно и актуально. Спасибо большое, что пришли к нам.